Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. На прошлой неделе я делал сборку для максимального FPS, чтобы каждый кто ее собирает получил максимальную производительность в играх. Если вы ее еще не видели, то можете посмотреть по всплывающей подсказке. А эта же сборка ПК за 50 тысяч рублей будет больше для достойного FPS сейчас и для максимального задела под апгрейд. И как вы уже наверное поняли из названия, собираться мы сегодня будем на новеньком Ryzen 3 3100, у которого получается конкурировать даже с Ryzen 5 2600. Но насколько мощный этот камень мы посмотрим уже в конце видео. А перед тем как мы перейдем к нашей сборке ПК за 50 тысяч рублей не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных компьютерных комплектующих. А если вам понравится такая сборка, то вы можете собрать ее буквально в два клика по ссылкам в закрепленном комментарии. И начнем мы сегодня с процессора. Ryzen 3 3100 это новый четырехъядерный процессор построенный на архитектуре Zen 2. У него на борту имеется 16 мегабайт или третьего кэша, как у его шестиядерного конкурента Ryzen 5 2600. Однако за счет того, что ядра у него от нового поколения он способен выдавать схожую производительность. Но есть одно но и заключается оно в четырех ядрах. По факту сейчас их за глаза для всех игр и взяв себе такой камень вы точно не пожалеете. А в будущем когда его мощности перестанет хватать вы просто поменяете его на Ryzen 4000, которые к тому времени уже станут максимально доступными. Поэтому в этой сборке я сделал максимальный упор в саму начинку ПК, чтобы вы получили хорошую производительность сейчас. А когда то в будущем просто поменяли процессор и видеокарту. И в этом нам поможет очень неплохая материнская плата Gigabyte B550 Gaming X. Это довольно дорогая материнка с хорошим питальником, которая 100% поддержит новые Ryzen. Которые кстати скорее всего будут последними на этом сокете. Так что взяв такую материнку мы сделаем лучшую сборку ПК за 50000 рублей, которая спокойно вывезет самые новые Ryzen. Конечно всегда можно сэкономить и взять А320 шипсет под такой камень. Но сегодня речь не об экономии ради максимального FPS, а о вложении в будущее вашего игрового ПК. Ну и под такую плату лучше взять хорошую АЗУ, так как новые Ryzen вроде как смогут держать выше 4000 МГц. Поэтому возьмем белые баллистиксы с двумя планками по 8 ГБ. Для нашего камня вам в целом хватит и их XMP профиля, но если вы захотите, то эту АЗУ можно спокойно разогнать. А гайд по разгону вы всегда можете найти в моем плейлисте про разгон. Еще стоит кстати отметить, что если как всегда баллистиксы разберут и их не будет в наличии, то можно смело взять HyperX Predator. Ну а в качестве охлада для нашего 4 ядерного зверя я выбрал народный Gamax 400. Если вы еще не знали, то все процессоры на архитектуре Zen 2 вышли довольно горячими по температуре. Но не стоит пугаться значений в 70 градусов. AMD официально заявляла, что критическая температура начинается на отметке в 95 градусов. Ну а этот охлад и близко не даст нашему Ryzen 3 100 подобраться к такой отметке. И перед тем как мы перейдем к видеокарте, хотелось бы рассказать немного про блок питания. Так как по сути вся сборка нацелена на качество, то блок питания я рекомендую также брать с запасом. Я решил поставить в эту сборку 700 ваттный блок питания Thermaltake TR2S. Стоит он далеко не конских денег и способен выдать по 12 вольтам 650 ватт. То есть вы спокойно сможете потом поменять видеокарту и не задумываться еще и о замене блока питания. Можно было бы поставить сюда какой-нибудь средний блок ватт на 500, но тогда бы о каком-то значимом апгрейде можно было бы вообще не говорить. Напишите кстати в комментариях покупаете ли вы блоки питания с запасом на будущее или считаете правильным ставить блок по потребностям конкретной сборки. А вот с выбором видеокарты сейчас все не так просто. Новые видюхи еще не вышли, да и когда они выйдут нам придется очень долго ждать доступные цены и младшие модели. Так что я выбрал нашу сборку GTX 1650 Super в довольно простом исполнении от Gigabyte. Сейчас это как раз тот самый вариант, когда вы получите нормальную производительность, но в то же время не переплатите. А вот где-то через годик-другой появятся и упадут в цене более новые видюхи и вот тогда вы сможете спокойно приобрести себе топовую карту. Конечно если бюджет у вас выше, то вы можете взять 1660 Super или вообще RTX 2060 Super, но скорее всего эти карты также придется менять со временем. А на мой взгляд входной билет в NextGen сейчас называется 2070 Super. Но я не говорю, что все карты ниже нее плохие. Нет, они нормальные, просто если у вас небольшой бюджет, то лучше взять сейчас именно такую карту с заделом на апгрейд. Ну а корпус под наш ПК я решил взять очень стильный. Это AeroCool Python с двумя огромными вертушками спереди. Модель конечно не самая дешевая, но реализована она действительно здорово. И даже если вы в будущем поставите в материнскую плату топовые райзены и какую-то топовую видюху, то вы спокойно сможете не париться за продуваемость. А по накопителям я решил сделать связку из 128 гигов SSD M.2 и жесткого диска на 1 терабайт. Но также отличным вариантом будет взять один SSD на 500 гигов, который по цене выйдет примерно так же. Ну и давайте подведем итог по апгрейду и посмотрим на производительность нашей сборки в играх. Первым делом в будущем лучше всего будет поменять видеокарту. Можно будет присмотреться какой-нибудь 3060 или 3070, когда они появятся и спадут в цене. Дальше будет разумным поменять процессор на какой-нибудь Ryzen 5 4600 или Ryzen 7 4700. Возможно более удачным вариантом в будущем будет взять Ryzen 7 3700X, но к сожалению машину времени еще не изобрели и узнать это пока что не получится. Ну и если эта сборка доживет до времен, когда 16 гигов оператива будет мало, то можно будет просто поставить 32 гига. И скорее всего это уже будет очень дешево, так как DDR5 уже не за горами, и как правило после выхода новой АЗУ старая падает в цене. Кстати еще было бы неплохо взять вместо 1650 Super что-то из б.у. рынка и как раз таки получить большую производительность за те же деньги. Но сборки я делаю исключительно из нового железа, так что 1650 Super на мой взгляд самый идеальный вариант. А любители пошерстить барахолкой могут присмотреться к GTX 1070. Главное всегда тестируйте б.у. комплектующие. Также стоит отметить, что перед обновлением на новые райзены вам понадобится обновить биос. А вообще желательно это делать стабильно, так как с каждым обновлением как правило улучшается стабильность и производительность. Например раньше можно было получить прирост в частоте чисто после обновления биоса, а отказываться от халявной производительности думаю никто не захочет. Ну и давайте посмотрим на тесты. По просьбам одного из моих подписчиков первой игрой на тесте будет метро эксодус. Здесь на высоких настройках и директ x11 мы получим 67 кадров в среднем с довольно плавным фреймтаймом. И это на секундочку в пустынной локации, которая считается одной из самых технически сложных в игре. В Jedi Fallen Order на максимальных настройках мы получим очень хороший FPS. В этой игре можно спокойно рассчитывать на 85 кадров в среднем. А в Одиссеи на высоких настройках мы получим около 60 кадров, которые на мой взгляд выглядят вполне играбельно. В PUBG на ультрах можно спокойно будет побегать 75 кадров, но фрезы конечно же будут. Так как оптимизацию в эту игру по ходу завозить вообще не собираются. Ну и третий Ведьмак нас точно не обидит и отрисует около 70 кадров в среднем. А в более слабых онлайн проектах счетчик кадров будет еще выше. И вот теперь хочется подвести конечный итог. Такой сборки сейчас вполне хватит, чтобы пройти все крупные проекты в нормальной графике, а если вы и вовсе играете исключительно в онлайн игры, то вы точно не ощутите проблем с кадрами. В общем на мой взгляд это одна из лучших сборок, которые можно собрать перед выходом нового поколения процессоров и видеокарт. Ну а если у вас есть какие-то вопросы по сборке, то вы всегда можете задать мне их в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.